Приветствую вас и довольно интересный вы задаете вопрос. Вы говорите о том, стоит ли возвращать мужа или нужно искать нового. Я, предназначен, честно, вот так вот сразу вам ответить, пожалуй, затрудняюсь. Потому что, ну, на мой взгляд, нельзя давать такие ответы, нельзя давать сразу ответы на подобный вопрос, потому что слишком мало информации. А у вас слишком мало информации о том, как все происходит у вас, что послужило причиной для расставания вашего, почему вы расстались со своим мужем и так далее. То есть, конечно, искать нового можно. Вопрос, опять же, в том, зачем, для чего, с какой целью искать нового мужчину, да? Зачем искать нового мужчину? Вот это вот, конечно, на мой взгляд, ну, довольно важный момент. Потому что, если вы расстались с мужчиной, мы будем, по какой-то причине, у вас были какие-то предпосылки для того, чтобы с ним как-то вот расставаться, ну, надо эти препятствия при посылке при вас разбирать и думать о том, а вот что послужило основанием для вашего расставания, почему вы вообще расстались и так далее. А то так как-то вот не очень, знаете ли, понятно. И потом, ваш муж и вообще любой человек, мужчина в том числе, это не, знаете, ну, не какой-то предмет, это не какое-то такое, вот знаете, бездушное существо, которое вот можно найти. Муж, это не только, не только муж как таковой, да, муж это все-таки мужчина, это человек, с ним у вас есть быть, быть с ним у вас есть устоявшиеся привычки и так далее. Вот. А вы, вы как будто бы говорите, что мужа можно найти вообще вот просто легко, 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 легко. Ну, на самом деле, это так вот, к сожалению, не работает. То есть, мужа вам так просто найти не получится. Нужно, чтобы вы с человеком отношения выстраивались, чтобы вы с человеком пытались как-то, ну, что-то общее найти и так далее. Вот тогда, тогда, тогда да, тогда шансы у вас есть. Шансы именно на то, что вы найдете себе нового спутника жизни и так далее. Но, как правило, вам мой коллега сказал, что для этого, ну, если вам понять причины расставания. то вы в одних отношениях какие-то вот ошибки, может быть, совершили, да, там, какие-то вот, ну, неправильные действия сделали. И если вы их не осознаете, эти свои действия неправильные, то они же ведь повторятся, эти действия. Если вы не осознаете, то, что вы неправильно поступали где-то, как-то, в чем-то, планете повторяться, все повторится, если вы не увидите ошибки, которые вы совершали. Если вы не увидите свои собственные какие-то вот, знаете, знаете, ну, неверные триггеры поведенческие. И пока, пока, как мне видится, вы их не замечаете. Пока нельзя сказать, что у вас есть прямо вот четкое понимание того, что привело вас именно к расставанию с вашим мужем. И в этой ситуации искать другого совершенно бесплатно, ничего это абсолютно не даст. И я полагаю, что только лишь вы зря потратите свое время, как это мне видится. Опять же, потому что вы, я вас понимаю, вы хотите отношений, вы не хотите быть одна. Да, да, скорее всего, вам не хочется быть одной, но так нужно, чтобы все было правильно, нужно, чтобы все было верно, нужно, чтобы у вас все было нормально, чтобы вы понимали сами, чего вам хочется, что вам нужно, к чему вы стремитесь, к чему вы желаете и так далее. И вот уже тогда, уже тогда, искать себе спутника жизни, не муза. Опять же, поймите правильно, не муза, а именно спутника жизни. Это немного разные вещи. А вот когда вы ищете муза, вы ищете именно с того, кто стал бы вам музен, то есть носителей социальной роли. А мужчин, люди, сразу не становятся мужчиной в частности. Чтобы мужчина стал мужем, нужно, чтобы у вас было что-то общее, чтобы он захотел стать вашим мужем, а для этого нужно что-то сделать, для этого нужно выстраивать отношения, а не просто искать мужчину для, например, совместной жизни, допустим, с вами. Это, к сожалению, такое, знаете, достаточно потребительское отношение к человеку, и оно не вызывает сколько-нибудь доверия у самого человека. Поэтому я надеюсь, что вы выводы сделаете и обязательно поработаете над собой, именно в том контексте, что пытаетесь определить для себя, что же вам все-таки нужно, что же вы все-таки хотите, для чего вам мужчина вообще, для чего вам муж, какое значение вы вкладываете в него. Вот это вот очень важно для вашего личного понимания проблемы. Вот. И если вы нуждаетесь в человеке, то необходимо свои потребности, которые у вас скорее всего есть, определить, и не искать мужа нового, как, не знаю, новый предмет какой-то замест старого, чтобы организовать себя, свою деятельность, свои направления занятости, реализации и так далее. И уже только потом, после этого, вы можете встретиться с человеком, который разделит ваши взгляды и захочет с вами идти по жизни. Для этого нужно есть, чтобы вы представляли для него определенную ценность, чтобы вы были ориентированы не на себя и не на поиски человека для себя, а ориентированы на другого и на то, чтобы вкладывать в этого другого. Причем не ради эффекта, не ради результата, а очень может быть, что просто так. Так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился самый ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.